Думаю, пора поговорить о достижениях Гениха в своем новом клубе. Махитарян в своем дебютном матче за Арсенал против Эвертона отдал три голевые передачи. Арменин – первый игрок канонеров с 13-го года, который стал соавтором как минимум трех забитых мячей в матче Премьер Лиги. Как уже называют Гениха многие болельщики, Король Лиги Европы открыл счет в первом матче 1-8 финала против Милана, прервав сухую серию итальянской команды, которая насчитывала 584 минуты. Для армянского халбека этот мяч стал первым в турнире после мяча, забитого им в финале прошлого розыгрыша за Манчестер Юнайтед ворота Аякса. И вот игра против Уотфорда, и Гених снова лучший игрок матча. Сначала Арменин дал пас, а Габонец забил, после чего они поменялись местами. Поразить ворот Арменину помог Габонец. И что все это значит? Арсен Венгер сделал то, что Жозе Мауринио оказалось не под силу. Похоже, Венгер нашел лучший способ получить максимальную отдачу от Махитаряна после его довольно тусклого времени в Манчестер Юнайтед. Жозе, похоже, не смог или не хотел помочь Гениху найти свою лучшую форму. Преображение Гениха Махитаряна после перехода в Арсенал говорит о том, что Венгер остается действительно одаренным тренером, который, имея в своем распоряжении подходящего игрока, может слепить из него элитного исполнителя. В то же время, когда талантливый футболист, вынужденный играть у неподходящего для себя тренера, каким является Мауринио, начинает угасать. Критики было много. Гених оставили ниже классом Алексиса. Ну, давайте сравним результаты после обмена. Алексис ассистировал дважды и забил один гол за Манчестер Юнайтед. Махитарян за Арсенал успел уже отдать пять голливых передать и забить два мяча. Субтитры сделал DimaTorzok